На самом деле, немного шире, что, в принципе, делать романтическую музыку, романтическая, возможно. Ну, в общем, как уже Дмитрий, наш постоянный слушатель, подсказал в комментариях, конечно, музыканты делают барочную музыку барочной, но моя сегодняшняя идея, что на самом деле самое важное, собственно, чувство стиля, а стиль, он может быть самый разный, применим к старинной музыке в том числе, потому что, когда мы говорим про музыку барокко, мы имеем в виду то, что было написано 300 лет назад, примерно, или 350 лет назад. Если с другими искусствами искать пересечение, условно, музыка с 1600-го, по 1750-й год, 1600-й, потому что это принято считать годом создания оперы как жанра, а 1750-й – это год смерти Баха, но, естественно, никакая музыка в тот же момент не стала классической или сентиментальной и так далее. То есть они, в принципе, не знали, что они живут в эпоху барокко, и это я уже говорил на концерте, потому что вся эта классификация искусства, она, конечно, появилась позже, гораздо в XIX веке. И если шире смотреть, в принципе, на музыку того времени, про которую мы сегодня в большей степени будем говорить, то есть про 20-е, 30-е годы XVIII века, там не менее важен был, в принципе, национальный стиль, так скажем. Главенство была музыка французская и музыка итальянская, в итальянском вкусе, в итальянском стиле. И вот они об этом очень много рассуждали тогда, если мы почитаем какие-нибудь трактаты на эту тему того же кванца. И, в принципе, джусто как таковое, то есть вкус и стиль, это были синонимы. То есть эта музыка написана в итальянском стиле, в итальянском вкусе, а эта музыка написана во французском стиле, во французском вкусе. Следующий вопрос. Этот музыкант играет с хорошим вкусом. Такое можно прочитать, например, в письмах Моцарта. А у этого не очень хороший вкус. То есть как обычно о вкусах не спорят, но на самом деле человечество всю жизнь именно этим и занимается. И сегодня мы тоже об этом, я готов с вами поспорить и порассуждать. Потому что, возвращаясь к музыке начала XVIII века, и глядя в эти ноты, в эти рукописи того же Генделя, Вивальди, Баха, кого угодно, мы обнаружили очень мало информации по сравнению с музыкой, например, эпохи романтизма. То есть они писали минимум, где играть тихо, где играть громко, условно говоря, какими штрихами и, в принципе, даже в каком темпе. Это все оставлялось на откуп исполнителю. И в этом смысле нам очень поезло, потому что эти композиторы были готовы к сотворчеству. Они не были такими великими творцами и гениями, которые говорили, вот я написал вот так, и ни шагу вправо-влево ни одной ноты не добавлять, как, например, в музыке эпохи романтизма. В это время, в XIX веке, полностью поменялась вообще диспозиция исполнитель и композитор. А тогда, на самом деле, это были синонимы. Чаще всего композиторы, собственно, исполняли свою музыку и, повторюсь, были готовы к сотворчеству, то есть к интерпретированию их музыки. Поэтому они мало чего оставляли. Это фактически костяк, который дальше интерпретировал исполнитель в силу того, что он знал этот язык. Вот это самое важное, пожалуй, что надо понять про любую музыку, про эту особенно. То есть важно освоить язык этой музыки и дальше не стесняться импровизировать, добавлять собственные орнаменты, украшения и так далее, и принимать кучу исполнительских решений. Опять же, в каком темпе играть, где играть громче, где играть тише, какими штрихами это играть. Это все зависит от массы обстоятельств, начиная от пространства. Например, в Телеме мы сыграем это в одном темпе, а в Римско-католическом соборе на Мало-Грузинском в другом темпе и так далее. Все это зависит от акустики, зависит от количества музыкантов. В общем, решений очень много, и, повторюсь, чем старше музыка, тем больших решений от исполнителей она требует. В XIX веке нам условно на помощь пришли редакторы, которые стали редактировать музыку, и писатели, музыкантов, которые не знали, что с этим делать, как раз ту самую редакцию создавали. И, собственно, я в детстве учился и играл старинную музыку исключительно по чужим редакциям, точно так же, как юные пианисты играют по редакции в Бузоне Баха и так далее. Почему так случилось? В принципе, надо понимать, что к тому времени, когда юный Мендельсон обнаружил Баха, про него уже практически полностью забыли, и эта музыка считалась устаревшей, какой-то старой. Ну да, что-то играли клаверисты и продолжали изучать его какие-то клаверные произведения, но в целом Бах был забыт примерно на 70 лет. Просто так повезло, что Мендельсон приехал в Лейпциг, обнаружил рукопись «Страстей по Матфею» и решил это исполнить. И столкнулся с массой всяческих исполнительских проблем, потому что тому времени уже не умели играть, собственно, на тех инструментах. Тех инструментов уже не существовало, которые были необходимы для того, чтобы сыграть. Что такое габой-да-мур? Он не имел никаких мыслей на этот счет и заменил их кларнетами, например. Хор должен был грандиозным, оркестр большим, потому что, в принципе, романтики стали исполнять музыку барокко как свою музыку. Это было естественным путем, потому что они, в общем, очевидно, не предполагали, как это могло быть иначе. И с тех пор началась длинная романтическая традиция исполнять музыку барокко грандиозно, масштабно, величественно, помпезно и прочие такие эпитеты. И еще один важный момент. Надо понимать, что до времени Мендельсона, в принципе, исполнялась преимущественно современная музыка. То есть во времена Баха играли музыку Баха. Потом наступил условный классицизм. Во времена Моцарта играли музыку Моцарта. А Бах уже как-то так, это вчерашние газеты. Мы их сложили на полочку, и хорошо, что они в Лейпциге, в архиве сохранились. Потом на смену Моцарту пришел Бетховен, потом романтики и так далее. То есть, в принципе, все время звучала современная музыка, и публика, в принципе, ждала все время премьер. Есть масса свидетельств того, как композиторы пытались что-то исполнять несколько раз, и им меняли вину, что это уже мы слышали, давай-ка что-нибудь новое. Это точно такая же мода, как с кино, например. Мы будем какие-то фильмы пересматривать много раз, но в принципе все время новые, новые, новые возникают фильмы. То же самое в поп-музыке, все время меняются стили. Ретро в 80-х это очень увлекательно, но уже, естественно, примерно было вот так. То есть прошло 20 лет, и эта музыка уже абсолютно out of style, она малоинтересная, ее откладывали, и нужно было писать все время новую. И стиль тоже менялся очень стремительно. Давайте сейчас, собственно, послушаем первый пример того, как можно одну известную музыку сыграть в трех разных стилях. Эту пьесу, я думаю, вы все знаете прекрасно. Это просто самое известное произведение, наверное, Георга Фридриха Генделя. И сначала мы ее, собственно, послушаем в исторически информированном стиле. Да, я забыл рассказать о том, что уже с 99-го года я занимаюсь так называемым исторически информированным исполнительством или исполнительской практикой, которое подразумевает погружение в историю создания произведений, использование исторических инструментов и так далее. Вот это движение ошибочно называется аутентизмом. Но почему ошибочно, я расскажу чуть позже. Вот, условно говоря, аутентисты исполняют ту самую арию Генделя, которую вы все прекрасно знаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Классическая форма арии дакапа, то есть вот есть первый раздел, потом середина контрастная, потом возвращение к началу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и поскольку мы уже живем в 21 веке, замечательно то, что одновременно существует много стилей. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы можем эту пьесу, мы можем эту пьесу, мы можем эту пьесу адаптировать в стиле мюзикла. Следующая запись, она сделана буквально в том же году, что только что мы послушали. Давайте послушаем такой мюзикальный вариант вот этого Генделя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В другом контексте вполне это применимо. Но для чего нужно было в принципе докапа? Как правило, при повторе первой части исполнитель показывал свои возможности импровизировать, добавлял украшения и так далее. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА где написано, что если вы хотите послушать докапа, вы можете переставить иголку опять на начало и послушать с начала этой пьесы. То есть все это стремительно менялось, и потом уже ввиду вот этого так называемого аутентичного движения, которое на самом деле корректнее называть исторически информированная исполнительская практика, выяснялось, как это нужно спеть, можно спеть, на чем это можно сыграть. И вариантов, кстати, гораздо больше, чем мы думаем. Допустим, партию баса могли исполнять от одного до двадцати инструментов. Опять же, тоже можно, исходя из необходимости, исходя из возможности, решать эти вещи тоже. Давайте послушаем еще один вариант этой пьесы в неповторимом стиле. Может, вы даже узнаете исполнителя. Запись с Олпунеира одного, концерт на улице. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Зачет! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да, 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 но это абсолютно неповторимый стиль. Он как бы, ну это вот личный неповторимый стиль Любовь Юрьевна. Да, ну вот авторское, да, авторское решение. Поэтому вот масса вариантов. Есть у нас мелодия перед глазами. Дальше каждый принимает решение, в каком стиле это исполнять. Вот, но занимаясь как бы исторически информированным исполнением старинной музыки, любой музыки, мои коллеги, исследователи задались вопросом, какой еще есть вариант, вот если не исторически информированный. И вот перечисли несколько таких, хочу процитировать. Брэд Лемон задается таким вопросом. Что мы можем противопоставить исторически информированному исполнению? Исторически невежественное исполнение. Такое тоже бывает, да. Исполнение лишь на основе догадок. Такое тоже часто случается, да. Исполнение на основе лишь моих личных ощущений. Такого тоже полно вокруг. Есть такое исполнение, что бы ни делал мой внутренний герой, то правильно. У меня я так чувствую. Исполнение, не сделал домашнюю работу, поэтому буду играть как получится. Такое тоже мы периодически слышим. Исполнение и так сойдет. Исполнение история не важна, например. Или исполнение, что бы они ни сделали на моем любимом диске, я должен это сымитировать. Такое тоже часто случается. Или есть такое категорическое исполнение, только факты. Я играю только вот, есть вот эти вот ноты, все, ни шагу вправо, ни влево, все, так бах написал, или там Гендель написал, никуда. И еще одно мое любимое исполнение. Так играл учитель, 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 учитель моего учителя, потому что он был Бетховен. Это к вопросу, тут опасная тема, возникает традиция исполнительская. То есть часто, особенно пианисты, любят вести свою родословную и писать ее подробно в программках, в уступительном слове, что вот там Лист, Бетховен и так далее. Но, как верно заметил Брюс Хейнс, еще один мой любимый исследователь, традиции, это как вода в ладонях, понимаете, она утекает очень стремительно, достаточно, к счастью, у нас есть записи, достаточно послушать просто то, как играли оркестры, например, 40 лет назад или оркестры 80 лет назад, до войны. Одну и ту же музыку. Это стремительнейшим образом меняется, и это применимо к любой музыке. Я говорю сейчас не только про, собственно, музыку барокко. И в связи с этим мы сейчас еще послушаем кое-что интересное. Например, одной из важных вещей, в интерпретации является, собственно, темп. И было долгое такое понятие, еще вот, ну, не знаю, ну, сто лет назад точно, что старинная музыка, ну, тогда все медленнее было, люди никуда не торопились, и не было интернета, телефона и автомобиля, поэтому все играли очень медленно. Никаких подтверждений этому не найдено. Все как раз наоборот. Если мы откроем трактат Иоганна Иохима Кванца, наш любимый, он рекомендует брать темп из пульса человека. Нет никаких свидетельств тому, что сердце билось медленнее в два раза 300 лет назад. Вот. Он подробно описывает способ извлечения, значит, темпа из пульса, учитывая то, что у людей с разной скоростью стучит сердце, и то, что они волнуются на сцене, и так далее. Это я очень все рекомендую почитать. Вообще, то, что почитать, я чуть попозже расскажу. Это очень увлекательно, но главное, это лишний раз доказывает то, что как бы дело не в скорости, и эта скорость совсем не обязательно становилась быстрее со временем, а как раз сейчас и наоборот. Вот. Но давайте еще останемся сейчас как бы в примерах еще одного известного композитора. может быть, кто-то сейчас угадает, кто же автор этого произведения. Мы сегодня, напомню, слышим не только барочную музыку, но и классическую, романтическую. Итак, вот кто угадает этого автора, может, еще один зачет получить, как Лена. То, что не молился, подсказывает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет больше версии, кто это... Ну, исполнение это послевоенное, 40-е годы, начало 50-х. Не, автор, автор, самый известный композитор эпохи барокко. Да, это Иоганн, Себастьян Бах. Незамедленно, это просто транскрипция Стаковского для симфонического, большого струнной группы симфонического оркестра. Он очень много чего переложил, начиная от Акатэфугера и минор, например. Это какой-то из хоралов, просто хоральная обработка, но вот, собственно, да, в таком вот распущенном, позднероматичном, так скажем, стиле. И что это, транскрипция или интерпретация? Тут тоже можно вопросы задавать. Была ли у него задача как-то Баха по-бахски сыграть? Не по-бахски. Да, не по-бахски. Не обязательно. Да. Запись какого поклонения. Да, да, 51-52. Есть еще один вариант стиля исполнения Иоганна Себастьяна Баха, это мой любимый двойной концерт для двух скрипок. Это довоенная запись. Класс. Спасибо. Да, ну по тексту. Но дальше будет импровизация как положено. Субтитры создавал DimaTorzok Граппелли и Эдди Саус это целое направление потом джазового Баха, Жак-Люсиа, недавно почивший и так далее. Мы даже из этого изобрели целую программу барокко и джаз, которую, может быть, здесь тоже сыграем ближе к лету. Пересечение масса, да. Вообще, джаз очень много всего взял, барокко, тут и баса-контина условная на гитаре, которая играется по аккордам, по цифровке, так же, как в старинной музыке. Здесь свинг, который назывался в барочные времена инегаль, то есть неравное, неравное исполнение тиба-диба-диба-диба-диба, ровных нот, как было написано у Куперена, если специально не написано играть ровно, играйте все неровно. Такая вот инструкция. И он же написал такую фразу, что мы всю музыку записываем не так, как потом исполняем. И это, кстати, связано с французским языком. Все эти огромное количество букв, которые не произносятся, это все абсолютно параллельно пересекается и в том числе с музыкой. Но еще один вариант выбора стиля для исполнения старинной музыки. Вообще, в принципе, интерпретация это и есть выбор стиля. Интерпретатор очень мне нравится собственно одно из понятий, переводов тоже с французского языка. Интерпретатор это переводчик. И задача исполнителя, который играет старинную музыку, музыку барокко, переводить ее через, узнав этот язык современному слушателю. и при этом похоже на синхронного переводчика принимать решения прямо во время исполнения, добавляя какие-то украшения, например, или не добавляя сегодня такие, а завтра другие. Точно так же синхронисты моментально должны выбрать слово, оно может быть немножко отличаться по значению, но в общем это тоже очень похоже. Я имею в виду интерпретацию и перевод. Что касается выбора средств, интерпретация это и выбор средств, я пару слов скажу про инструменты, вот эти два гобоя, мой инструмент гобой основной, эти два инструмента отличаются довольно кардинально. Вот это то, чем был гобой во времена Баха Вивальди Тельмана и так далее. А вот это то, каким он стал к началу XX века. Парадоксальным образом оба эти инструмента являются и старинными, и современными одновременно. Хотя по современной классификации, вернее, классификации, которая была в XX веке, в XXI это все очень стремительно меняется. Вот это называлось современным инструментом, вот это называлось старинным инструментом. Если учесть, что этой модели уже больше ста лет, то ее сложно назвать современным инструментом. Вот этот инструмент более современный, потому что он сделан в 2019 году. В 2019 году. Это копия, естественно, барочного гобоя. А этот инструмент сделан еще в конце XX века. То есть он более современный, чем вот этот. И так далее, и так далее. И сложно применить к инструментам в принципе понятие эволюции. Это не автомобиль, который едет быстрее, чем автомобиль 50 лет назад. И все вот это обилие клапанов, которое возникло к началу XX века, оно следовало за музыкой. Музыка усложнялась, музыку писали в большем количестве тональностей, и было необходимо играть быстро в разных тональностях. На этом гобоя можно играть быстро в трех тональностях, в шести тональностях. Но если мы обратим внимание на музыку барокко, она редко писалась больше, чем в трех знаках, условно говоря, и в каких-то более сложных тональностях. Не так часто использовались хроматизмы, отклонения в другие тональности. Вот для этого как раз, когда музыка стала условно усложняться, придумали все эти механизмы. Точно так же, как в любой другой сфере, техническая революция, рычаги и так далее. Это очень такая штука 19 века на самом деле. И после этого в 20 веке ничего нового к нему не прилепили, что самое парадоксальное. Раз, два, может быть, три новых клапана для пущего удобства, условно говоря. А так, это фактически копия модели, которой уже больше ста лет. естественно, приобретая что-то, мы что-то упускаем. Вот этот гобой не очень подходил уже в начале 19 века Бетховен, условно говоря. Но он звучит абсолютно уникальным образом, а вот это звучит совсем иначе. И тут все повторюсь, взаимосвязано. Музыка вызывает появление нового инструмента или иногда наоборот появляется новый инструмент, как в случае с Бахом, и он пишет для них новую музыку. Это такой очень связанный процесс, но опять же, точно так же, как мы не можем сказать, что музыка Шумана лучше, чем музыка Моцарта, а музыка Моцарта лучше, чем музыка Баха, точно так же, я думаю, это абсолютно справедливо применимо и к этим инструментам. Просто именно, особенно это видно по духовым, каждому периоду лучше соответствует тот или иной духовой инструмент. И, условно говоря, вот этот вот позднеромантический гобой или барочный гобой не лучше или не хуже друг друга. Просто на барочном гобое проще исполнять музыку эпохи барокко в стиле эпохи барокко. Вот и все. Это не значит, что на этом нельзя сыграть музыку барокко. Я, собственно, занимаюсь и тем, и тем. Но, на мой взгляд, и мне интереснее, и я надеюсь, что и публике тоже, когда мы играем музыку барокко на соответствующих этой музыке инструментов. Но, кроме этого, это как машина времени подсказывает нам, как эта музыка могла звучать в то время, потому что на нем многое нельзя сделать, то, что можно сделать на этом. То есть, он просто заведомо приспособлен для другого, и на нем невозможно сыграть так, как на современном. А многие вещи на условно-современном невозможно сыграть так, как это звучит на старинном. Пару звуков я издам и на том, и на том, чтобы было просто наглядно слышно. Ни один габой не играет без трости. Это наш мундштук, который издает очень веселый звук без габоя. Такой монок для уток. У современного габоя совсем другая трость. Он вообще конструктивно внутри отличается даже больше, чем снаружи. Он уже, светлее, ярче. И условно громче. То есть все это связано было с тем, что увеличивались пространства для музицирования. То есть если в XVIII веке преимущественно играли вот в таких пространствах, как здесь, ну максимум в каких-то больших дворцовых залах, тогда брали много габоев, то в XIX веке возник ритуал слушания музыки в специально построенных храмах искусства. Возникают залы в Вене, в Амстердаме, в Берлине, позже в Москве. Те самые залы, куда специально надо идти слушать, желательно одевшись в вечерние наряды, садиться и слушать музыку. При этом не разговаривать, ждать окончания произведения и хлопать в самом конце, желательно, потому что произведение идет час с лишним, например. Всего этого не было. Сам процесс слушания музыки очень сильно отличался в XVIII веке, но главное, в связи с инструментами, я хотел сказать, что сами эти залы очень большие, оркестры стали больше. То есть задача была пробиться сквозь эту толщу, чтобы каждый инструмент был очень хорошо слушан. Флейту, Валторну, Гобой и так далее. Эти инструменты исторически, они больше для того, чтобы сливаться друг с другом, чтобы создавать общую какую-то массу. Допустим, Гобой с Борочиной очень хорошо сливается со скрипками. Точно прописано, сколько должно быть скрипок на один Гобой. И они чаще всего играют одну и ту же партию, позже выделяясь в сольные инструменты. Этот инструмент преимущественно сольный. Причем Гобаистов, если вы обратили внимание, в оркестре двое, как правило. Второму стало гораздо скучнее со временем, потому что у первого появились основные соло, он солист, второй играет в тути, где-то немножко в дуэтах. Со старинным инструментом все было наоборот, они играли все время в паре, и неважно, первый ты играешь в партию или второй, это были равноценные инструменты в оркестре. Так что поменялось очень многое, баланс всей группы, баланс зала звучащего, в котором это все исполнялось, и так далее, и так далее. И, соответственно, в связи с этим менялись инструменты, духовые в первую очередь. Струнные, как мы знаем, часто им по 300 лет, и чем они старше, тем они ценнее, в чем тоже есть доля условности, потому что, во-первых, никто никогда не играл на инструментах, которым 300 лет. 300 лет назад никто не играл на инструментах, которым 300 лет. Они играли преимущественно на инструментах, которые создавались прямо сейчас. И, в частности, вот этот вот гобой, например, он мог использоваться 30, максимум 20-30 лет, потом стиль менялся, инструменты немного менялись внутри, и вот этот гобой просто хорошо горел, не знаю, в камине каком-нибудь, очень самшит, очень хорошо пахнет и долго горит. Поэтому их сохранилось чрезвычайно мало. они были не нужны в принципе уже. Через 30-40 лет эти инструменты были не нужны, и они были малоупотребимы. Сохранилось примерно 450, может быть, 500 этих исторических гобоев, которые мы сейчас вовсю копируем, на них не играем специально, чтобы они достались следующим поколениям, которые могли бы их исследовать, рассматривать и так далее. И, кстати, это вопрос, почему именно эти гобои сохранились. Может быть, они были не очень хорошими, на них немного играли, просто лучше использовали, а эти просто где-то лежали, и слава богу, что они до нас дожили. То есть, это масса условностей и вопросов, как, собственно, и со всей старинной музыкой. Повторюсь, она дает нам огромное количество для импровизации и соучастия, так скажем, в том числе и в построении исторических инструментов. Ну и начинается с того, что вот этой штуки вообще не сохранилось. И первое, что сделали мои предшественники, это они воткнули трость от современного гобоя, старинного гобоя. Вот что получилось. То есть, в принципе, такие звуки не самые приятные, но это их не испугало, моих предшественников, и они поняли, что надо делать что-то другое. И то, что будет подходить и работать с этим инструментом, то и есть, скорее всего, аутентично, то есть подлинно. То есть, вот это тоже одна сплошная фантазия, потому что первые дошедшие до нас трости, это где-то конец XVIII века, начало XIX века. Это не трости, а грызки, естественно, потому что жизнь вот этой вот штуки очень недолговечна. Гобоисты знают это. Вот. Это то, что касается инструментов. И то же самое, это можно отдельную лекцию прочитать по Валторне, по Фагота, по Афлейте, потому что именно на духовых инструментах видно, как это все стремительно менялось. И как какие-то вещи оставались в прошлом, как необходимые, а что-то новое появлялось, как вот эта вот система механики. В принципе, главная разница в том, что здесь для каждой ноты есть своя дырка. Здесь отверстие восемь с двумя клапанами, и все хроматизмы и всякие полутона исполняются путем сочетания пальцев, что современным гобоистам, конечно, непривычно. Но мы должны включить свою пропамять какую-то, вспомнить, как это было тогда, потому что очевидно, что это было несложно, особенно девочкам таким вот небольшим, судя по тому, что для них писал Антонио Вивальди в Венеции. Очень сложные концерты порой, но эти девочки всех абсолютно поражали своим мастерством. Вот. Давайте теперь будем двигаться дальше. Я хотел бы еще раз вернуться к записям, на сей раз уже не барочной музыки. Это вообще здорово, что записи появились. И первые исполнители, я не помню, кто это был, кто ли Элгар, то ли... Ну, в общем, кто-то из первых, кто услышал записи свои музыки, ну, вот там, не знаю, композиторские свои какие-то опусы или там дирижерские, они ужаснулись и сказали, как же мы ужасно, фальшиво, не вместе все это играем. То есть, на самом деле, отмотав назад и послушав записи оркестров, которые делались буквально с конца 19 века и с начала 20-го, видно, насколько, во-первых, они играют свободнее это все. И насколько они, в принципе, как скажет мой студент сегодняшний, не заморачиваются с тем, чтобы это было супер качественно, потому что это штука, которая тоже, перешагнув как бы эту романтическую эпоху, в эпоху модернизма, вот эта вот зацикленность на качестве записи, потому что можно стало монтировать и склеивать различные кусочки, оно стало абсолютно доминирующим, и вот эти вот уникальные живые записи концертов или одного единственного дубля, вот поставили эту штуку и говорят, вот играем сначала до конца, ничего склеить нельзя. И это показывает, насколько сам стиль исполнения изменился, это очень сильно повлияло на исполнение музыки в принципе. Все стали стараться, чтобы это было предельно вместе, стройно и так далее. И, естественно, в каких-то случаях ради этой стерильности жертвуя свободы и какой-то такой вот непосредственности исполнения. Это легко проследить, если послушать записи симфонии Бетховена, начиная от самых первых сохранившихся и до тех, которые делаются в наше время. Но мы послушаем с вами другую знакомую вам музыку, и я надеюсь, вы опять же, ну музыку вы точно все узнаете, а вы подскажете, кто же исполнители. Две записи сравним. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, это второй концерт Рахмана. Вот вторая запись. До того же места послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дуся. Твои коллеги. Наши, оба наши. Рихтер на первой записи. Нет? А на второй? На второй Рахмани. Первая запись, по-моему, 60-е годы, а Рахманинов до войны записан с американским оркестром, не помню каким. Вот до этой точки Рахманинов добрался на 30 секунд раньше уже. К вопросу о том, как играли раньше, медленнее или быстрее. Вот просто в 20 веке. Но на самом деле, даже не в этом суть, а просто есть исполнение автора. Дальше стоит вопрос, должны ли мы все играть, как Рахманина? Это первый вопрос. Второй вопрос, можем ли мы играть, как Рахманина? Третий вопрос, есть ли необходимость нам вообще, в принципе, играть, как автор? Написал, условно говоря. Хотя это является базовым постулатом условного лагеря академистов, который еще недавно был очень многочисленным, то, что мы должны следовать пожеланиям композитора, автора, хранить святое его партитуру и ни шага вправо-влево, все, как написал автор. И это, к сожалению, тоже нечасто так делается, несмотря на то, что часто там стоят, например, метрономы, которые не всегда далеко соблюдаются дирижерами, но кто же смотрит партитуру в публике? Сейчас это очень непопулярно, к сожалению. И бывают самые разные варианты. Чаще все равно это интерпретация дирижера и совсем не обязательно, вернее, скорее всего, вряд ли она совпадет идеально с интерпретацией автора, даже если он пианист и играет свой собственный фортепиано-концерт. Да, конечно. А технически, на самом деле, были такие действия, когда строительство, точнее, фонументарное обозрение совпадало, это физически мало реальное, мне кажется, просто потому, что мы не играем под метрономы. То есть есть условный темп, но никто не играет строго в нем все произведения и часто заканчивает совсем в другом темпе, чем оно начнется. Да, конечно. А, нет, это высчитывается благодаря строю, то есть мы можем ее включить быстрее, но тогда и весь строй повысится или понизится. То есть общий строй записи тогда изменится. Ну, вот про это тоже немножечко я чуть попозже скажу, в завершении, так скажем. Но, в принципе, не факт, что Рахманов также играл бы через 10 лет. Это еще тоже надо тоже учитывать. Но ничего четкого он там не прописал, что вот только в таком темпе и так далее. Что интересно, гораздо интереснее, мне кажется, чем темп, это, в принципе, их интерпретация сравнить, даже дело не в такой монументальности и тяжеловесности у Рихтера, а то, как подметил один еще исследователь Еспер Кристенсен, замечательный специалист по басу контину, он, оказывается, вовсю изучает записи пианистов самых разных времен. Он обратил внимание, что Рахманов как бы играет концерт для оркестра с фортепиано, а Рихтер играет концерт для фортепиано с оркестром. Это принципиально разные подходы. Но давайте, если уж мы заговорили о темпе, почему мы так немножко зависли на теме темпа, потому что на самом деле измерить-то можно только две вещи всего, темп и строй, интонация. Это две вещи, которые в музыке условно объективны, так скажем. Но даже если взять все старинные инструменты, изучить все трактаты и играть предельно аутентично и записать одну и ту же музыку разными ансамблями в один и тот же год, получается принципиально порой и по темпу, в том числе и разные исполнения. Давайте вот это послушаем еще, возвращаясь к Баху. Это тоже Бах. Это, кстати, мало кто знает произведение, потому что это его светская кантата, номер 208, вступительный марш. Баху. 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 Первое – это Рейхард Геопель. Второе – Тон Кокман. По-моему, 2001 год. Это и то, и то. Вот. Собственно, какая там есть информация? Марш. Марш. Вот он может быть таким помпезным, тяжеловесным, может быть более каким-то заводным и таким, вот как получилось у Копмана. Надо сказать, что Гёбель все играет очень быстро. В этот раз ему почему-то захотелось такого, что-то более помпезного. Ну и то же самое касается инструментов. Копман еще добавил блофлейту наверх и так далее. То есть тут и вступление Литавр. Повторюсь, чем раньше музыка, тем больше вариантов, и в том числе внутри условно-исторически информированного исполнительского направления, в котором тоже все приходят часто к разным результатам. В силу того, что есть не только стили Франции и Италии, еще стиль каждого отдельного композитора и еще стиль каждого отдельного музыканта. Это все в комплексе дает абсолютно разные результаты. Так что же, возвращаясь к историческим записям, самое раннее, что я мог найти, я вам сейчас включу, может быть, кто-то, опять же, угадает, кто это и что это. Между прочим, вначале там объявляется исполнитель, можно внимательно прислушаться. Это к вопросу, я к чему все время возвращаюсь к записям, просто это тоже композитор играет сам себя. Вот эти вот композиторские трактовки очень много нам могут подсказать, не обязательно их копировать, но, по крайней мере, они могут ответить на какие-то вопросы такие интерпретационные. Да, вот давайте попробуем угадать, что же это за музыка и кто ее играет. Запись 1889 года. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть более позднее исполнение этого же произведения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Запись Бравса немножко обработали, выделив мелодию. Давайте еще раз послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Зная это, мы уже это можем расслушать. Равно как, послушав это произведение в другом исполнении и вернувшись потом к этой записи, мы уловим какие-то вот эти вот ценнейшие обрывки авторской интерпретации, так скажем. Вот такие есть тоже записи. И на самом деле и Грик есть, и Ди Би Си играющий сами себя. Это очень много нам подсказывает, а главное, даже уже спустя сто лет показывает, насколько наше представление об этой музыке меняется. Хотя нам казалось, что вот, ну, романтическую музыку мы все знаем, как играть. Это только что вчера было. На самом деле и это уже было позавчера. И если мы говорим про старинную музыку, то скорее всего и это уже можно условно назвать старинной музыкой. А современным инструментом в таком случае какой-нибудь семплер из компьютера и даже не синтезатор, который тоже уже старичок такой седой, середины 20 века. Так что времена очень стремительно меняются. Но что же нам делать с музыкой барокко, возвращаясь все к нашей сегодняшней теме? Где взять записи той музыки? И оказывается, они тоже существуют. И к этим источникам обратились не так давно, в конце 20 века, обнаружив, что музыкальные автоматы, которые известны в веке 16-го, наверное, 17-го уж точно, то есть со времен барокко, собственно, они сконструированы таким образом, чтобы запечатлеть исполнение этой музыки не квадратно, не так, как ее воспроизводит нотонаборная программа, условно говоря, Финаль или Сибелева с многими из вас знакомые, которая играет идеально ровно, идеально стройно, но это не похоже на музыку. А вот эти конструкторы этих автоматов, они старались сымитировать как раз, например, игру Генделя или игру Гайдена. И потом это все зафиксировалось уже в таких вот, вы, наверное, видели фортепиано с роликами, со всякими перфокартами и так далее. Это уже век 20-й. А в наше время есть диск-клавир от Ямахи, сейчас такая бесплатная, река вам прошла, где тоже записывать все, что ты исполняешь, и потом, вставив этот диск, можно на таком же рояле в другом месте это все воспроизвести или передать по сети искусственного интеллекта. Но все это началось очень давно, и один из замечательных конструкторов таких автоматов, такой священник Пер Энграмель в 1776 году написал трактат, который называется тонотехника, где он дал точные схемы расположения на этих валиках, этих иголочек, которые дергают, собственно, пластинки. И вот эти вот диаграммы, эти схемы поместили в компьютер и воспроизвели с помощью компьютера. Вот просто в то время, когда надо, звучит нота. Вот и все. И удивительным образом, и очень радостным образом для моих коллег, представителей исторически информированной исполнительской практики, многие наши догадки подтвердились. Вернее, это не догадки даже, а то, что мы прочитали в трактатах. Например, то, что мелодия может быть свободна от аккомпанемента. То, что ноты могут быть иннегалью, то есть неровно исполняться. Трели с верхней ноты, с разгоном и так далее, украшения, много чего. Просто на примере одной единственной пьесы, это роман с Бальбатро, это, по-моему, 1760 год. Ноты эти есть в интернете, их можно посмотреть. И открыв, обнаружив, что вот это вот чья-то интерпретация. Давайте послушаем. Это, собственно, сыгранный на компьютере вот этот вот роман. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лекции по интерпретации старинной музыки в Фейсбуке или ВКонтакте. Вот у нас есть два обиталища таких. Там лежат книжки на русском языке. В частности, мой любимый трактат Иоганна Яхима Кванца «Искусство игры на флейте», где флейте посвящено только половину, но все остальное посвящено, собственно, музыке, как ее исполнить. Там школа Леопольда Моцарта, папы Ольфа Гамадея, скрипичная тоже. Очень много музыкальных всяких советов. Но там есть и современные книжки, как, например, «Музыка языком звуков» Николаса Арнанкура, книга о риторике в музыке, то, что тоже очень важно в связи со старинной музыкой. В общем, все, что появляется по-русски, мы туда в виде PDF складываем. И можно это оттуда скачать и почитать. Кванца особенно рекомендую. Он чрезвычайно остроумно, интересно пишет. Ощущение, что это было только что. И, собственно, Кванца – это основной наш трактат, который мы изучаем на курсе лекции. Это как бы одна из лекций вступительные. Потом идет целый семестр специально для студентов консерватории. Ну, я надеюсь, к апрельскому нонфикшену выйдет книжка «Конец старинной музыки» с таким очень позитивным названием, которую я перевел на карантине. Ее можно послушать в виде таких подкастов. Видеоподкаст неожиданно у меня получился. Собственно, в Фейсбуке на вот этой группе, в видео, там есть все эти главы. Я просто каждую неделю переводил одну главу, и мы ее читали в прямом эфире и обсуждали потом. Но скоро она будет в бумажном виде. В принципе, она доступна и по-английски. Это чрезвычайно вообще мой любимый исследователь, мой коллега-габаист, один из пионеров барочного габаизма, так скажем. К началу XX века он подвел некий промежуточный итог того, к чему пришло так называемое хип-поп, historical informed performance practice, то есть исторически информированная исполнительская практика. Потому что, конечно, в XXI веке очень все смешалось, как я уже говорил раньше. И мы сейчас живем, как я считаю, вот мое представление в эпоху универсализма, когда надо уметь владеть и современным габоем, условно, и барочным габоем, разбираться в разных стилях, и уметь это все по-разному исполнять. Главное, не одинаково. Как мы уже слышали в самом начале, тут важно не ошибиться с выбором стиля. Потому что самый частый аргумент у наших оппонентов, академистов, ну, я тоже к ним отчасти отношусь. Вообще вся эта борьба академистов-аутентистов, это все осталось уже в XX веке, конечно. Потому что и Арнанкур, и братья Кёйкины, и Леон Харт отчасти, они были настоящие хиппи, они были просто революционеры, и они боролись с академической традицией и так далее. Все это ушло в прошлое в силу того, что само это движение исполнения старинной музыки стало мейнстримом, тоже частью исполнительской культуры. Но самый частый аргумент был, что ну давайте теперь тогда ездить на каретах и носить парики, и при свечах играть всю эту музыку. Ответ очень прост. На записях мы не слышим ни карет, ни париков. Мы слышим только стиль. И самое главное, с этим стилем не ошибиться. Вот я к этому призываю, в том числе и своих студентов, которые тут присутствуют. Больше слушать, больше читать, и не бояться импровизировать, и больше играть эту музыку. Вот наш единственный путь. И вообще любую музыку. Вся музыка потихонечку становится стариной. Вот. Ну, собственно, завершить... Тут еще слышно что-нибудь? Да. Или нет? Я хочу, собственно, цитатой Николауса Арнанкура из его книги «Музыка языком звуков». Вернее, давайте две цитаты. Одна из кванцев. Хорошее впечатление от музыкальной пьесы зависит от исполнителя почти в той же мере, что и от композитора. Наилучшее сочинение можно испортить скверным исполнением, а достойное исполнение может улучшить даже весьма посредственное сочинение. Часто можно услышать пьесу, вокальную или инструментальную, грамотно написанную с точки зрения композиции. В ней украшения вода же соответствуют правилам гармонии, пассажи в «Аллегро» сыграны довольно быстро. Но, несмотря на это, нравится она лишним многим. Но вот кто-то другой играет ту же пьесу на том же инструменте с теми же украшениями и демонстрирует не большую беглость, а отзывы при этом один другого лучше. Ничем иным, кроме разницы в исполнении, объяснить это невозможно. 1753 год, по-моему, или 52-й. А вот что, собственно, давайте подытожим это все Арнанкуром, музыкой языком звуков. Я никогда не доверял всей этой затее с аутентичностью, поскольку мне чуждо стремление объективизировать музыку. Оно мне казалось наиболее уязвимым моментом во всем движении за историческое исполнение старинной музыки. Движение пришло к нам из Англии и Швейцарии, где спутали верность тексту с верностью буквы текста. А ведь написанное в нотах составляет лишь внешний слой произведения. Конечно, понятие верности произведения прекрасно, нужно только расширить понятие произведения, оторваться от листка бумаги и от того, что на нем засвидетельствовано. Иначе это будет ложнопонятая подлинность, и с подобными процессами я никогда и никак не могу согласиться. Право же, весьма сомнительно, чтобы композитор мог заставить исполнителей всех последующих поколений играть его сочинения так, как это делал он сам. Вот, собственно, и все. Если есть какие-то вопросы, я готов еще порассуждать немного. У нас есть немножко времени, поскольку мы… Да, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.